Меньше восьмерки, все остальное... Транзишн только, да, меньше восьмерки, уровень катания почти девять, даже повыше, чем в произвольной было во время квалификации. Ну и пока на лёд выходит Дмитрий Игнатенко, представляющий Украину, который, в отличие от предыдущих спортсменов в квалификации, не участвовал. Я думаю, что зрители простят, зрители позволят, Жень, вот, собственно, отношение к вот этому возвращению Плющенко и такие короткие эмоциональные или не очень комментарии относительно того, что Евгений вновь на льду и вновь он взорвнулся на уровне лучших фигуристов Европы. Я считаю, что Евгений великий фигурист и имеет право решать его мнение. Я считаю, что молодец, что он вернулся, лишний раз доказал, что он готов выигрывать и так далее. Поэтому я не берусь там обсуждать, правильно он сделал или нет. Я думаю, показатель будет только уже, я думаю, цель его возвращения всё-таки это Олимпиада в Сочи, поэтому... Ну, всё-таки, мне кажется, люди могут не понять, если не будет достигнут результата, а учитывая его травму, с которой он приходится кататься, сделать это будет всё-таки не очень просто. Ну, я не думаю, что он, конечно, после чемпионата России рассчитывал, что будет легче и, видимо, где-то был какой-то рецидив, скорее всего, перед чемпионатом Европы. Но уже решение было принято и он, как настоящий спортсмен, решил уже не сниматься. Ну и завершая тему Плющенко в короткой программе, 84-71. Насколько высока эта оценка, для чего её может хватить по итогам первого дня, скажем так? Ну, это очень высокая оценка. Единственное, думаю, что, как я уже вот до этого говорил, только Фернандес при хорошем катании может где-то соперничать. Насколько я помню, Фернандес по ходу этого сезона лучше прокатывал как раз-таки произвольный, а в короткую у него далеко не всегда проходило хорошо. Ну, всё-таки может быть, да, но при его возможностях он может соперничать. А если какая-то, значит, будет сбой, то, конечно, достать будет Евгения очень сложно. Больше того, 84-71, сейчас я быстренько проверяю, это лучший результат Фернандеса в карьере. Как раз только в случае идеального катания он может достать Евгения. Ну что же, возвращаемся на лёд. К теме Евгения Плющенко, думаю, будем по ходу этого репортажа и всего чемпионата возвращаться неоднократно. А сейчас мы смотрим, как катается на льду Дмитрий Игнатенко, представляющий Украину. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот благодаря новой системе, которая введена буквально только с этого сезона специально для телевизионных журналистов, мы можем прям по ходу.